всем доброго времени суток hello my friend наконец я решил все-таки на велосипеде проехаться частично по золотому кольцу россии ну естественно это не будьте несколько городов а посетить колензин и углич ну и основная была естественно мечтается сделать на велосипеде наконец-таки обзавелся хорошей новенькой палаточкой ковриком еще кучу там и снаряжение приобрел и выдвинулся в путь и надеюсь мне удастся передать в этом фильме вам положительные эмоции своей данной поездки поскольку я очень долго в эту поездку собирался пытался выделить на это время и вот наконец в конце августа когда было с кем посидеть с моей собачкой и я наконец тоже сделал старт когда когда папа палатка наконец-таки уже из угла пыльного гаража оказалась на велосипеде и мы наконец выдвинулись и я очень надеюсь что мне удастся передать ту самую атмосферу в данном фильме с этой конкретной поездки потому что очень было захватывающая поездка и очень много приятных таких были хорошие такие воспоминания с этой поездки особенно даже участка когда когда на во время монтажа переозвучиваю приятного просмотра приезжаю марусин лук недалеко от менделеева там где-то вдали пастутся верблюда и лошади так что очень такое дивное местечко обсказал приезжаем по форму 50 километра она в той стороне находится и вот такие очень дивные красивые места дорога которая неожиданно кончается одного понять не могу зачем вдоль дорог делают вот такие странные могильники вот как минимум странно заехал на такую интересную ферму но особо посещать ее не буду очень такой дивный магазинчик у них слог комарова если не ошибаюсь а сейчас нахожусь в каменке уже добрался до каменок и немножко поздно выехал поэтому очень так дивненько здесь вот такой красивый памятник все очень дивненько здесь оба устроена в каменках и рядом покупательный пруд есть так я почти добрался на первой ночевке рассчитывал что пройду больше ну пока что чуть больше полтинник проехал за четыре часа сейчас поворачиваем в под я чего и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Так, друзья, в первый день, точнее, в первое утро меня застал нехилый такой ливень прошелся. Ну, утро такое, сейчас немножко дождик кончился, сейчас все так тихо. Благоприятно заваривается еда, сублиматы, и на пруд выходишь, а там сидит рыбак. Это так все очень миленько, дивненько смотрится. Так что вот такая хорошая, приятненькая погодка, хоть и дождик, но тем не менее. Самое забавное в этой ситуации, что в этом лесопарке нельзя было строить палатки. Так, забавно. А сейчас проезжаю в садьбу Красненых, в село Ольгова. И очень дневненько здесь так все выглядит. Начали ставить, смотрю на ворота, забор. Раньше его здесь никогда не было. Ну, я месяца два или три назад здесь был. Сегодня 17 августа. Ехал в Ехрома. Ехрома, очень удивительный город. Такой забавный. Чем-то даже немного крымские города напоминают. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А вы не скажете, а вы тут везде объезжали, да? Нет, сюда только приехали. Только приехали. Нет, просто я как бы сюда не первый раз. Я просто, знаете, удивляюсь, ведь здесь тоже какие-то бои были. А вот я тут ни одного братского захоронения не видела никогда. Ну, там вот братская могила как раз. Это мемориал. Нет, ну я так понимаю, это просто... Там список имен и... Серьезно? А, нет, это... Там же был в свое время написан Андрей Власов, он что, здесь что-то погиб? Нет, это просто кто воевал там, это... Это не то. Это кто воевал, какие части воевали, там кто командовал им, это не то. Я имею в виду, это реально братские захоронения. Вот такие вот странные, я не думаю, что их куда-то ввозили на МКПД и должны где-то здесь были хоронить. Просто обычно где вот места боев, обычно всегда какие-то братские захоронения есть. А вот я просто обратила внимание, что здесь, ну, как бы и спросить не у кого. Ну, ладно. Ну, я сам только приехал, изучаю. Так, наконец добрался до Дмитрова и сейчас поедем дальше. Сейчас небольшой перекус и умигаемся дальше. А город Дмитров меня встретил прекрасной, солнечной и ясной погодкой. Пусть я уже сюда добрался под вечер, уже был такой приятненький мягкий закат. Но, тем не менее, здесь удалось мне немножко прочувствовать свою легкую, такую приятную атмосферу. И дружелюбный народ оказался везде. И как-то здесь немножко удалось какое-то некое такое уединение и тишину, что называется, поймать. В принципе, все очень приятненько, дивненько. И несмотря на то, что у нас все в России настолько, как бы, там, ну, кто почему не говорил, что это с экономикой, ну, Дмитровский Кремль, во всяком случае, поддерживается в отличном состоянии. По этим стенам хотя бы можно было полазить, посмотреть их. И я, как бы, лично даже немного остался доволен, в принципе, как бы, все очень так благоприятненько. И народ по этим стенам, по окопам лазит, и везде можно было все посмотреть, потрогать. Все очень так дивненько и душевненько. Частично сохранившаяся древнерусская крепость 12 века в городе Дмитров, предположена на севере Москвы. Резиденция удаленных князей Дмитрова. На территории Кремля размещается музей-заповедник. Дмитровский Кремль. Экспозиция состоит из остатков корпостного вала и рва. Успенского собора начала 16 века, ряда задней, 19 и 20 века. Воссозданных Никольских ворот. И, в принципе, посмотрите на всю саму вот эту происходящую картину. Люди сидят спокойно на вот этом, на кремлевских стенах. Разможет такое представить где-нибудь в Кремле, в том же самом, московском? Нет. А в Дмитровском Кремле можно спокойно по этим окопам полазить, посмотреть. Люди сидят на травках, там все книжки читают, на свиданки ходят. И, ну, очень так атмосферно и дивненько. Мне как-то прям Дмитров вообще прям порадовал. Тем более вот этот вечерний мягкий закат, ну, прям вообще честно берет за душу. Очень впечатляет. А это остатки заброшенной военной части. Когда-то здесь кипела жизнь, была техника, но сейчас никому ничто не нужно. Раньше военной, небось, по нескольку красоту покрышку перекрашивали. Ну, и теперь уже никому и ничто не нужно. Ну, а в городе Дмитров, естественно, есть еще несколько заброшенных военных частей. Вот одна из них, насколько мне известно, это было то ли танковый, то ли БТР, ну, неважно, короче. Это был какой-то военный полигон, ну, где в основном, по сути, техника хранилась, ее ремонтировали и какие-нибудь, типа, а-ля обучения проходили у солдат. Ну, а сейчас это вот все в таком печальном заброшенном состоянии, ну, как половина в России. И никому уже ничего, естественно, здесь не надо. и выглядит это все так удручающе, печально. Такое интересное место проезжаю. Куча теплиц в Подмосковье. Пока непонятно даже. Не видно, что ли? Давай вот этот обычный стаканчик. Приезжай в село Орудьево, или деревню, где-то, без обид. И продолжаем путь дальше. Еще там такая интересная достопримечательность подвесной фонарь. Понятно, что ручь не работает, но считается одним из немногих в Подмосковье. И на карте Мапс он обозначен как достопримечательность. Очень такое дивное место. Река Кухонька вытекает здесь, а здесь типа такой пляжик и выходит туда на сам разлив воды. Ну, а дело уже шло к вечеру, и я искал место для хорошего и ночлега, чтобы была вода, можно было что-то взять перекусить. Ну, к сожалению, найти место для ночлега это, как всегда, целый геморрой уж, извиняюсь за выражение. По дороге мне только всего лишь один велосипедист встретился, и пока что вот так все тихо, скучно. Вторая ночевка на заброшенном карьере. Но больше почему-то похоже, как будто это действительно озеро. В общем-то, охотники за собой не убирают гильзы. Они повсюду валяются. Охотники наделали делов. Видно, что как будто тушки закапывали, все в перьях, и повсюду, повсюду валяются гильзы. Такой офигенный вечер. циканды и ужин. Всем доброго утречка. на следующее утро я, естественно, выдвинулся в дальнейшем свой путь. Дорога была просто живописна, но камера конечно этих эмоций не передаст. Ну и плюс я еще, кстати, заметил, что фильтр для воды он пипец как спасает, и прям вообще даже не пожалел, что этот походный фильтр для воды взял. Играет музыка. Народ, это просто какие-то волшебные виды. У меня 30 километров маршрута состоит из лесной вот такой дороги, но местами из того, что здесь песок, песочные вот эти все дороги, велосипед на узкой резине начинает немножко проваливаться и вихлять. Поэтому я здесь еду от силы 7-8 километров. Ну, просто живописно вообще. Сосновый леса. Лепота. Понял, спасибо. Вот такая дивная дорога. И здесь, я уже так понимаю, грибники, которого я только что видел. На машинах приехали. Но дорога просто настоящий релакс. приезжаю в город Вербилки и до Талдома осталось буквально 20 километров. Так что продолжаем дальше путь. Дорога сюда была просто сказочная. А сейчас уже проезжаю в Новонекольский район. Ну, или поселочек, или деревья. Немножко устал. Либо гроза, либо этот, либо палящее солнце. Так, во время поездки заметил такой интересный агрегат. огромный привет создателям этого агрегата и наилучшими пожеланиями. Приезжаю в реку Дубну. Вид очень потрясный. Ну, а по дороге одни из немногих, кого я встретил путешественников, которые вот шли и шли пешком. Вот. И ехали по большей части автостопом. Привет вам огромный. Российская действительность. Везде колодцы, но все закрыто на саморезах. Россия страна заборов и колючей проволоки. автостопом. Агрегат. 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 Даже настораживают вот эти все закрытые магазинчики в центре города. Такие приподвальные. Какое-то такое странное место мне показалось. Ну, и тут, естественно, памятник, но погоди, есть. Так и не выяснил, почему. Я думал, что тут родился автор этого мультика, но к сожалению, такой информации я не обладаю и ничего такого не нашел в интернете. И был очень такой приятненький хороший солнечный день. И я, естественно, выдвигаюсь дальше. Дальше мчу. Уже пейзаж такой, конечно, сменился. Больше на степь стал похож. И приезжаю в такой классный знак. Где правда, господа? Где правда? И уже сворачиваю в сторону Тверской области. Буквально несколько десятков километров осталось. Жалко зверяка, но, оказывается, в Подмосковье есть и такой зверек водится в леса. Туча меня догоняет. Медленно, но верно. Гроза на сутки. Хочется успеть палатку поставить. Приезжаю совхоз Спутник. Приезжаю Ермолино. Сейчас навстречу проехал Методец Клис тоже с палаткой, с ковриком поздоровался. А я только камеру достал. Заехал вот в такой совхоз очень дивненько. Дивненько. заехать в магазин запастись продуктами. Но благополучно дождь на 3-4 часа отступил и я могу хотя бы еще генетром на 15-20 продвинуться в сторону Калязина. Вот такой очень дивненький колхоз. Мне он прям нравится. Деревня Колбасино. Прикольное название. Спас уголок. Здесь родился великий русский писатель статирик Салтыков Щедрин. Очень удивительное место. Музей Салтыкова. Так, наконец-то на третий день я добрался от Тверской области. Прошу прощения за мои оговорки. Естественно, я устал, перегрелся на солнце. Немножко уже голова не очень хорошо соображала. Ну, а Тверская область меня встретила своими ушатанными, убитыми, просто ужасными дорогами. В поисках хорошей ночевки. Завтра целый день будет лить дождь, поэтому сейчас надо уже забазироваться и на отдых. Там неподалеку есть родник. Так что большой плюс, что воду можно не фильтровать, а прогуляться просто на родник. В обычных кроссовках по высокой траве Тверская область сплошняком борщевик. И вот сейчас наконец на лагерь встанем. Это я хочу подметить, что дождь еще немного стих. Потому что, когда я стоял в палатку, дождь первые 10 минут лил ужасно, просто ужасно. Лил ужасно. Прикольный знак Сыр И в некуда Ну а Тверская область Как всегда и славилась и славится Своими хорошими дорогами Просто великолепнейшими У меня скорость на велосипеде упала Аж там чуть ли не до 10 км в час Пришлось спереди подвеску аж включить Ну я уже просто по сути тащился Дороги Как были хреновые с прошлого года Так и были Вернее даже можно сказать что их нет Дороги полная жопа Губернатор Тверской области Обратите на это внимание Потому что это какой-то Извините меня за выражение Сейчас дороги в Нерль сохранилась брусчатка Которая что-нибудь с царских времен Да круто Я в дальнейшем здесь немножечко заблудился Ну вернее даже плохо то что я свернулся с асфальтовой дороги И поехал через Нерр Ну в принципе я даже ничем не расстроен Я наоборот посмотрел Немного город как все это выглядит И Такую некую деревенскую обстановку Удалось посмотреть В принципе все очень душевненько Мило Но печально что вообще нет дорог Благо что на туристическом велосипеде У меня есть крылья И я не так это все ощутил А там до Углича лучше дорога дойдет? До Углича там она дорога неплохая Я прошлый год нет Круг два назад вернулся Сплошной лес Но нифига ничего нет Какие-то развалины деревни по сторонам Редко очень попадают И в основном лес один Так что гони быстро Медведи бы не заели Медведи говорят есть Ну не знаю Кроме ежиков и лис Пока что не встретил Никого Даже шкалопендру небольшую видел Такую Выводится странно Обычно в Крыму Они где-то вот так вот В Сочи Вот А что ты поехал по этой дороге Не поехал по освоему? Да Навигатор так завел В Круголя Я дал завтра Ну и деревню посмотрю А то что Навигатор Еще эта дорога существует на навигаторе? Да Уже лет 20-30 Как тут никто не ездит Раньше автобус тут ходит Лейся Сейчас уже и там дорога На основном Это можно Лучше не лезть Езжай прямо по этой дороге Лучше по песчаному так прокатиться Уже и выехать Да Больше по речи И там как раз она и выходит На основном Телефон Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, наконец-то в Калязине и еду сейчас к первой своей точке достопримечательности. Потом немножко в город, сама колокольня и поедем дальше. Печально видеть такой дорогостоящий санаторий от Министерства обороны. Сколько сюда было денег, трудов, бухано. И самое обидное, что это деньги налогоплательщиков. А теперь это все стоит в таком заброшенном состоянии. К сожалению, никому ничего не нужно. И так вот, честно, так сказать, и пытался выяснить, какая причина, почему этот санаторий забросили. Ну, скорее всего, опять развал Советского Союза, 90-е, скорее всего, из этого, потому что я в поколении конца 90-х, поэтому немножко есть такое некое недопонимание. Но видно, здесь строилось с размахом, очень с дорогим размахом. Фонтаны, десятки этих шахт с лифтами. Очень дорого стоило это здание. Даже боюсь делать перерасчет на современные деньги. Видно, что очень много денег налогоплательщиков сюда, в Бухале. Странно, конечно, то, что все это забросилось в советское время, потому что здесь три лифтовых шахты, ну, особенно, которые я вот здесь нашел. Фонтаны, подвалы, то есть вообще все, по сути, было готово. Ну, выглядит это очень классно и эпично. Горгуря распад Советского Союза и дальнейшие. Веселье. Сам город довольно скромный, ничего особенного нету. У кого из местных не спросил, говорят, что смотреть здесь вообще, типа, кроме вот этой Колязинской колокольни здесь нечего. И езжайте прям, все меня, грубо говоря, можно сказать, что в этот Углич посылают. Я, конечно, не понимал, что в Углич надо ехать. Ну, блин, Колязин, честно говоря, я думаю, что он больше как-то впечатлит, а он как-то прям совсем уж тихенький, скромненький. Здание, здание администрации стоит в штукатурке вообще. Печально, печально. Здесь я посетил еще одну такую интересную достопримечательность. Это убежище ночных волков. Ну, да, не будем говорить у кого какое к ним отношение, к ночным волкам. Вот, лично я к ним нейтрально отношусь и не буду там говорить, что... Ну, на чьей стороне они баррикад, так сказать. Ну, такое тоже интересное, в принципе, место для того, чтобы поглазеть и посмотреть. Ну, и поехал дальше изучать город. Ну, да, в город в какой-то такой стадии перестройки, доделки, все что-то копают, делают. Ну, в принципе, это впечатляет то, что, может быть, все-таки наладится, все-таки как-то внутренний туризм попрет. Вот. Деньги будут оседать, грубо говоря, не в Египте и в Турции, а внутри России хотя бы что-то тоже будет, денежка оседать какая-то. И очень здесь такие классные здания, грубо говоря, 17-18 веков. Вот этот старинный кирпич, он прям духу захватывает аж. Ну, лично у меня, так скажем, внутренний архитектор радуется просто. Ну, и, как говорил, все на стадии перестройки, перекопов, грубо говоря. С моим везением я попал в очень удачное время, когда всякая колесинская колокольня была в строительных лесах и обтянута зеленым тентом. Поэтому я очень удачно и вовремя приехал. Ну, тем не менее, я здесь все равно на дроне полетаю и постараюсь вам показать и передать свои положительные эмоции от этой колокольни. Естественно, это, конечно, когда видишь все живую, это еще больше захватывает, нежели где-то там на картинках в интернете. Конечно, это потрясает, как Волгу разлили, но вот как раньше выглядела вот эта колокольня данного монастыря. И, естественно, здесь раньше ходили люди. Выглядело, конечно, все по-другому. Вот фотография элементарной из Википедии до Углического водохранилища. Выглядело это все, конечно, классно. Вот еще предпоследняя фотография в 1903 году. И, к сожалению, потом монастырь снесли, и Калязинскую колокольню уже использовали в качестве маяка. Колокольня построена в 1800 году при Никольском соборе, воздвинут в 1694 году, бывшего Никольского Жабинского монастыря в стиле классицизма. Высота 74,5 метра, отстроена за 6 лет. Она имела 12 колоколов, самый большой колокол в 1038 пудов, отлит в 1895 году на деньги монастыря. В честь восшествия на престол Николая II. К 1940 годам утвердили проект Волгостроя, начало которому было положено еще в 1920-х годах. По этому проекту предусматривалось искусственное расширение реки Волгия, создание на ее акватории гидроэлектростанций и создание углического водохранилища. Старая часть Калязина оказалась в зоне затопления. Собор был разобран, а колокольню оставили в качестве маяка. В советское время ходили разговоры о том, что колокольню надо снести. Говорили о том, что ее целесообразно разобрать, так как она немного накренилась из-за непропрочности фундамента. Но в конце 1970-х годов фундамент колокольни укрепили. Вокруг был создан искусственный островок с причалом для лодок. 22 мая 2007 года в колокольне была совершена божественная литургия. Калязинская колокольня изображена на почтовой марке СССР 1991 года. А сейчас на реставрацию колокольню, которая планируется в этот момент, пока я этот фильм озвучиваю, в октябре 2021 года закончить. Даже точнее в сентябре. Было выделено 104 миллиона рублей. И планируется, что обратно повесить сюда колокола и будет сделана еще плюс подсветка у колокольня. Так что все потихоньку восстанавливается. А уже сезон, я так понял, прошел, да? Да нет, но еще завтра. А по выходным тут наружу не надо. Ну, прекрасным вечером я поехал приночевать в Калязинском. Отельчике небольшом. И очень такой дивненький и классный отель оказался. Комплекс на обед за 300 рублей просто божественный оказался. И пока я ехал и искал свой банкомат в Калязине, проехался еще по вечернему Калязину. Как я часто это слово уже сказал, повторяю, Калязин. И вечерний Калязин почему-то как-то очень по-другому мне показался. Также посмотрел Калязинский колледж, который меня очень впечатлил. А, там бывшее общежитие, да? И посмотрел бывшую общагу, которая сейчас, эта территория отдана под парк. Ну, очень впечатляет, между прочим. Общежитие Калязинского политеха. Раньше здесь все было. Даже вот была нужна, оказывается, общага. И вот какого она сейчас состояния. А самое главное, смотрите, насколько все было благородно, какие были балкончики. И, судя по всему, это еще царских времен. Да, когда-то здесь целое протестало. Балкончики все так хорошо, благородно сделаны. Кто-то тоже любит группу Корн. И почему-то нацистов. Очень благородно. Какая лепнина идет сверху, это вообще... Да, вот это здание. Когда-то здесь целое протестало, а теперь местную вот эту поляну используют для того, чтобы бухать и срать. Но рядом великолепный политех. Ну вот, я вернулся обратно в гостиницу. Ну, вернее, в отель. Потому что гостиница это чисто советское слово. И 245 километров я уже намотал. И вот такой у меня дневники номерочек. Ну, как бы за полторы тысячи рублей, как бы, в принципе, нормально. Сойдет. Вот эти советские бетонные мосты, конечно, на следующий день, меня тоже неплохо впечатлили. Ну, я еду на дальнейшую свою достопримечательность. Так скажем, вторая точка у меня на карте. А, вернее, уже третья точка на карте. Так, народ, я добрался. До Калининской обсерватории. Здесь, это, так скажем, ухо в космос. Они ищут необычные сигналы, которые есть какая-то там в космосе другая или какая-то иная жизнь. И очень дивненько, и масштабы, честно говоря, поражают. Извините, а экскурсий не бывает, да, здесь? Нет, не бывает. А, тут она до сих пор действующая и полностью закрыта. Да. Она действующая и полностью закрыта, да? Действующая работает. Круто. Уже немного так выглядит, как будто заброшенная. Ясненько. Спасибо. Масштабы, конечно, рядом с этой штукой просто поражают. Несмотря на то, что у нее были большие трудности, ее строили с 1974 года и в эксплуатацию только в 1992 году ввели. Ну, у нее в 2010 году еще произошел вот, и в этого телескопа был пожар, и она неплохо пострадала. Ну, ее отреставрировали, и сейчас, конечно, она в масштабе данного телескопа поражает. Хоть она немножко так в таком заржавейшем состоянии выглядит. Ну, впечатляет. Так, друзья, посетил я Калясинскую обсерваторию, очень доволен. Погода отличная и при этом прохладно, что самое главное. Я еду, прям сейчас кайфую, честно говоря, прям на релаксе так. Немножко так. Ну, мы едем дальше, на Углич. Дорога просто такая очень сказочная, живописная. Вроде бы как и солнышко светит, но при этом на улице было прохладно в этот момент. И я прям вообще наслаждался дорогой, так лениво крутил педали, и, наконец, я подъезжаю в село Рылово. И там очень тоже дивненько посмотреть, почувствовать ту самую обстановку, деревню. Какие прекрасные виды в Турской области. Ну, и, в принципе, вообще во всей России. Река Жабня. Река Жабня. Продолжение следует... 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 так скажем, и они превращаются в такую, ну, как некий наводил, я бы так сказал, что ту нотку они теряют в своей старой архитектуре. Также в селе Сминдзяев оказалась старая школа, и, в принципе, очень меня это всего, так скажем, впечатлило. Капуста и пироги. Тем более придорожный магазинчик вообще. Просто люди отвыкли от него, здесь у меня работал другой человек, поэтому не особо работал. Скусить приятного аппетита. А каприз не могу своего, но кипятить чаем. Да и не, спасибо. И так, друзья, я наконец въезжаю в Мирославскую область, и покинул минуту назад Тверскую. Я просто сейчас рад. Можно в полицию не еду, но лодка на ушей. Ищем очередное место для ночлега на пятую ночь. Подбираем очередное место для ночлега, и выбор невелик. И бы где-то вот так вот в кустах ночевать, и воду таскать из грязного болота. Выбор тут невелик. И рядом проходит как раз дорога на углич, буквально в 15 километрах от углича. К сожалению, мест для ночлега очень мало. Завтра будет весь день идти дождь. И суббота у меня, походу, будет палаточная полностью. Так, продолжается поиск ночлега, но с этим беда. Ни места уютного, ни источника воды. Очень какое-то такое странное, дивное местечко. Как будто с кладбища это хрем притащили. Или в окна. Классный наличник на окно. Веста, конечно, очень дивные, но жалко, нету источника воды. И большой минус, что на таких заездах, где я хочу переночевать, останавливаются всякие автомобилисты. И мало ли что. Ночью могут и обчистить. Ключ вон там, вот туда и налево. Три перекрестки. Предприятие вот это за трассу федерального значения. Потому что вот сейчас нам дорогу вроде бы сделали федерального значения. А там вон проехать еще не важность. Я понял. Потому что мне и не рассчитывать. Ну, понял. Как бы, спасибо. Так, поиск ночлега продолжается. Остановился вот в таком очень дивном месте. Ну, планирую здесь, во всяком случае, остановиться. Если найду здесь воду. Я так понял, что здесь такие мини-дачки. Но воды, к сожалению, нет. Зато есть несколько заброшенных домов подальше. Но там у них нет колодца. Вот один из таких не заброшенных домов. Но колодца здесь, к сожалению, нет. Очень такой дивненький садик. Но там уже соседский участок. Внутри дома, как все было, так и остается. Даже ключи на подоконнике лежат. И никому не нужны. Очень такие дивненькие домики. Но половина из них заброшены. И нигде нет источника воды. Так, тут кто-то баловался наркотиками. Стрёмно. Ещё и да может рухнуть. Ну, было бы прикольно здесь заночевать. Вот тут вот видно, какая-то речка. А для чего надо? Для попить? Да, так, друзья. Место для ночлега, как всегда, тяжело найти. Особенно тихое такое, уютненькое местечко, чтобы это было. И источник воды, это самое главное. Когда там есть вода, хотя бы пол баллона газа, можно в палатке сидеть. Ну, или там, чтобы пожар чем-то было. Но, скорее всего, я как раз буду в этом садом-товарществе и ночевать. Нашёлся здесь типа источника воды, местный пожарный пруд. И хватит места тебе тихое, куда-нибудь углубимся. В этом садом-товарществе даже есть такие дивники-гаражики. И ещё один дивники-домик. Садом-товарществе даже есть такие дивники-гаражики. доброе утро дорогие друзья утро шестого дня пятая ночь была в палатке потихонечку сейчас начинаем сборы и выдвигаемся все народ собрался в путь дорогу думал что в это в субботу будет идти ливень ну бог был милосерден и у нас переменная облачность поэтому сейчас выдвигаемся дальше что-то до воскресенья оттягивать поездку не хотелось хочется уже сегодня и прыгать на электричку так что благодарю снт сосновка за гостеприимство и выдвигаемся живу буквально пять километров осталось так друзья я это сделал я в угличе добрался а а а а а а Итак, друзья, наконец-то я в Бугличе. Сейчас здесь немножко погуляем, посмотрим и будем стараться попасть на электричку на 15-40. Уклич меня, конечно, по-своему впечатлил. Особенно вот эти деревянные дома очень душевненько смотрятся. Старые вот эти заводы, фонари вот эти на улице. Но, к сожалению, некоторые музеи, которые я хотел посетить, но, в принципе, я уже по времени, к сожалению, не успевал. Но они, может быть, и даже к лучшему, они были все закрыты. Также хотел музей гидроэнергетики посетить, но, увы, мне не повезло. Он был закрыт. Ну вот, сейчас, наконец, я добрался до дамбы. И, в принципе, меня немножко это тоже все впечатляет, какие масштабы. Остроилось это все в 40-х-50-х годах. И, честно говоря, масштабы это поражают. Видно, что сталинская архитектура, все вот эти арки, она прям выдает себя. Так любовался этими строениями, такими. Еще был, вот я по подвалам еще ходил, смотрел. Ничего там ценового не находили? Ты знаешь, таких особо умных людей здесь и не было. Здесь были рыбачи, одни на тракторах приезжали, цепляли эти стены, рвали их, а там в середине металл. В основном их интерес, по-моему, по подвалам там никто и никто приехал. Зеленоград. Блин, все на своих ножках крутит. Да. Даже немцы хотели за свой счет восстановить. А сейчас вот многие приезжают. Видимо, на карте обозначено. ГЭС просто не дал. Здесь тоже многие пытались это купить. Потому что даже и продала старая, коррумпированная была у нас тут власть. Вот. В общем, она... Многие приезжали на много таких Мерседесов. Все ходили, смотрели, короче говоря. Она сама тут ходила зимой. Ну, конечно, шикарно. Там слева, короче, крут-то крутой. Здесь кареты надо подъезжали. Ну, я слышал, что дочка Екатерины здесь жила. Ну, а добравшись до следующей своей точки, я наконец добрался до Супонинского дворца. Ну, вернее, то, что от него осталось. И познакомился с очень интересным местным жителем. Зовут дядя Руслан. Он мне очень много рассказал, что здесь происходило, как он еще здесь в молодости, так скажем, проводилось. И она более-менее еще была целая, эта усадьба. Ну, к сожалению, все в таком разрушенном состоянии. Кстати, дядя Руслан даже сказал, что сюда приезжали немцы, хотели здесь восстановить и сделать из этого все санаторий. Ну, у немцев, так скажем, местная власть только все без строительного материала поворовала. И на этом все закончилось. И немцы бедные отсюда уехали. Вот так, к сожалению, у нас даже ничего не дают здесь восстановить. Ну, очень все это впечатляет, вся эта окружающая среда. И, в принципе, полетать надо. Да, мы очень все было очень впечатляло. Ну, в принципе, сама усадьба там тоже неплохо, так скажем, впечатлила. Была построена там в 1700-ом каком-то году. Как сказал дядя Руслан, здесь жила аж дочка Екатерина. Ну, вот как бы все это очень так впечатляет. Также отдельно благодарен дяде Руслану за приглашение к нему на ночлег. Углическая гидроэлектростанция. Входит в Волшакамский каскад ГЭС. Является его второй ступенью. Одна из старейших гидроэлектростанций России. Пущенная в 1940 году сыграла важную роль в обеспечении Москвы электроэнергии в годы Великой Отечественной войны. Особенно в период убитого за Москву. Сравейство станции велось с 1935 по 1955 годах. Преимущественно силами заключенных Гуланга. По состоянию на 1941 год она являлась второй по мощности действующей гидроэлектростанции в СССР. Собственником углической ГЭС, за исключением судоходного шлюза, является ПАО «Рус Гидро». Архитектурный комплекс углической ГЭС является объектом культурного наследия, охраняемым государством. Что в первую очередь поражает, это в угличе очень большое количество церквей и монастырей. Куда просто не посмотри. Налево, направо. Тут церковь, там церковь. Ну, в принципе, это передает свою вот эту, так скажем, грубо говоря, Россию 16-17 веков. Ну, как-то вот немножко, вот этот дух немножко в угличе, я все-таки его почувствовал. В принципе, это очень впечатляет. Ну, и архитектура как-то вот смотрится достаточно красиво. Не то, что современный новодел. Допустим, посмотрите в том же самом Москве, храм Христа Спасителя, который находится в центре Москвы, рядом с Кремлем. Он тоже как бы не особо впечатляет, потому что выглядит как дешевый такой новодел. Но, тем не менее. А здесь прям ощущается, так скажем, дух старины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И полюбоваться на это, так скажем, немножко со стороны и не считать себя самого, так скажем, таковым туристом Углический Кремль Историко-архитектурный комплекс в историческом центре города Углича Расположен на высоте по правому берегу реки Волга Между впадающим в нее речкой Шелковой и каменным ручьем Которые обеспечивали естественную защиту крепости Усиленную рву, прокопанную от Шелковки до каменного ручья Некогда Кремль был укреплен валами и деревянными стенами, которые неоднократно разрушались Последний раз стены башни и мосты были восстановлены в 1660-1962 годах Через сто лет их разобрали из-за ветхости и ненужности В настоящее время о былых укреплениях Кремля напоминает только остатки рва При прежних времен сохранился ансамбль построек Включающий княжеские палаты, церковь Дмитрия Царевича Спасопреображенский собор, колокольню и здание городской думы Церковь Дмитрия на крови На месте гибели царевича Дмитрия в первые годы XVII века была срублена деревянная часовая В 1630 году деревянная церковь, а в 1692 году построена существующая каменная церковь Церковь расположена на Куртом Волжском берегу в северо-восточной части Кремля Небольшое здание состоит из храма трапезной, папертей и расположенной над ней невысокошатровой колокольни Здание построено в декоративно-нарядной манере конца XVII века На красно-кирпичной поверхности стен выделяются белые наличники Полуколонны, карнизы Южный фасад церкви хорошо сохранился А с северной стороны в XIX веке был сооружен предел Плохо сочетаемый с архитектурного основного здания Честно говоря, меня углический Кремль гораздо больше впечатляет, чем московский Кремль Ну и в принципе то, что здесь можно хотя бы по территории походить бесплатно А в московский Кремль надо даже попасть на территорию и то надо заплатить Ну дело тут даже сколько в деньгах, а то что как бы в московский Кремль он смотрится как дешевая новоделка Ничего впечатляющего там такого нету А углический Кремль он как-то вот сохранил свою вот эту некую атмосферу И передает ее самое главное, что я не чувствую, что это как какая-то современная безделушка, новостройка идет А немножко вот этот, кругу говоря, дух XVII-XVIII веков почувствовать Ну и немного меня вот это смутил трактор, который непонятно вообще к чему он там стоит Никакой таблички нет Может он участвовал при строительстве в каком-то Но тем не менее, все равно это приятно было на это все посмотреть Прибывали там паромы с туристами, с туристами на автобусы И народ очень доброжелательный, мне там все улыбались, все спрашивали откуда я, кто я там Ну у меня очень хорошие такие, скажем, впечатления остались В дальнейшем я решил немного проехать по городу, посмотреть пожарную часть Она, кстати, еще до сих пор оказываются действующая Ну и самое главное такой вот некий рыночек туристический Ну в принципе меняется, в принципе, очень все впечатлило Но, к сожалению, я не попал в два музея, в которые я хотел Один был закрыт, а второй, наверное, в виламузей я просто не успевал уже попасть по времени Поскольку уже спешил скорее-скорее попасть на вот этот вокзал и сесть в поезд до Кемры В этот старый поезд велосипед очень с трудом влез Ну и плюс я познакомился в этом поезде с еще двумя классными велосипедистами Но они не особо оказались сообщительными Но, тем не менее, кратенький с ними приятный разговор у меня все-таки состоялся Огромно вам, парни, передаю привет Если вы это видео, конечно же, смотрите И желаю вам всем успехов А также было очень много туристов на всяких разных станциях, которые тоже заходили Вот, было такое приятное с некоторыми общениями У меня была улыбка до ушей, потому что я как бы выполнил свою основную, так скажем, миссию Из окна был просто потрясающий вид Там охотники на квадроциклах Люди со своими собачками идут на посадку Ну, очень классная атмосфера Так что всем огромно передаю привет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Так, дорогие друзья, наконец я добрался до Кимры Может быть, сейчас съеду и попробую проехать по городу Так, друзья, от 322 километра, вот у меня от Зеленограда до Углича Ну, плюс я там еще немножко петлял, искал места для ночлега 322 кп С ребятами я попрощался, которые вышли в Калязине И дальше поехали на машине Ну, а город Кимры меня встретил очень пасмурной погодой Шел мелко моросящий дождь, такая немножко мерзковатая погода Ну, как-то город меня пока что не особо впечатлил Пока что я ехал Ну, особенно впечатлил... Больше всего пока что меня впечатлил мост, который меня встретил И потрясающий закат Конечно, это уже конец августа был 2021 года И закат уже был ранний И я уже просто боялся не успеть много что отснять по времени Ну, очень так душевненько все равно все это смотрится И, естественно, же это впечатляет Хоть пару точек на карте я здесь тоже посещу Всем жителям Кимры, вамный привет! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он обычно весной, когда все тает, течет, он вот тут налево Прямо после мостика деревянного налево Да он обозначен? Да Ну, он весной Ну, на карте обозначен небольшой водопадик Водопадик? Вот, сейчас, 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 погоди Вон там, мимо тех кустов Вот в этих вот деревьях Вот там три дерева Мимо кустов Там водопада сейчас уже нету А, ну, там весной бывает Когда течение большое И когда воды много Ну, т.е. здесь не так, как в Торске Родник сверху бьет, да? Ну, нет, там пал Всего какой-то Может, весной где-то Ну, метр, наверное, больше и все там Понял, спасибо А вот это, типа, и есть водопад Отмеченный на карте Все, как народ и сказал Только весной А сейчас тут тупо ручеек Водопад в Кемры Здесь, короче, это и есть водопад Вот такие здесь дивные пейзажи Очень красивый вечер А где водопад? Его здесь вообще нет Не знаю Я не слышал Вместо водопада посмотрел на подвал К сожалению, водопад мне не удалось найти Но зато сам город Кемры Прекрасным таким синеватым, фиолетовым Августовским вечером Меня порадовал красивым закатом И полетать на дроне было просто полная красота Ну, просто даже посмотрите, какие классные цвета И это все без цветокоррекции Это, конечно же, впечатляет Ну, жалко, что, конечно, не нашел этот водопад Ну, местные сказали, что он по весне Ну, по весне так по весне Не повезло мне Что я хотел в конце августа увидеть Когда тем более лето было достаточно засушным Какой водопад Ну, зато очень полетал красивым вечером Посмотрел хоть Побывал хотя бы в городе Кемры Да, пусть я здесь особо ничего толком не удалось Не повидать Ну, хотя бы я посмотрел, что это вообще гордо себе представляет Красивый мост И очень божественный вечерний закат Ну, а я уже обратно спешу на электричку Чтобы уже скорее сесть на вокзал И, конечно же, еще немного раз насладиться вот этими видами Прям на монтаже это сейчас впечатляет все Прям душ захватывает Так, друзья, купил на станции Луговой От Кемры до станции Луговой И едем сейчас на Луговую Так, друзья, наконец я в электричке Ужасно устал Вообще не понимаю, что происходит Так, друзья, я сейчас нахожусь на станции Луговой И начинаем по Ленинградке движение в сторону дома Приезжал огню Самолеты садятся Все круто Ключу педали уже по Ленинградскому шоссе Почти финишная прямая Зазелька Даже ночью на Ленинградке не скучно Итак, дорогие друзья, я наконец забрался до Крюкова Маршрут окончил Отчет начал вести от станции Крюкова И сейчас покажу, какой вышел у меня километраж Так, время 2 часа ночи Уже, как я добрался По сути, сейчас у меня идет седьмой день Так, на времени смотрим 370 км 370 км Спасибо, дорогие друзья, за ваше внимание Оценки, подписки и комментарии Надеюсь, данный фильм вам передал те положительные эмоции, которые испытал в данной поездке я Познакомился с кучей различных людей Побывал в тех местах, где я хотел Пусть обратно я не на велосипеде доехал, как я и планировал И на одной сумке не остался на берегу Волги Но, тем не менее, так скажем, на 90% те эмоции, которые я хотел получить с поездки, я получил И надеюсь, вам данный фильм понравился И, как бы, низкий поклон за ваше внимание И Путешествуйте, оно того стоит Как минимум Всем всех благ И благодарим еще раз за ваше внимание Да? Да, Мартишка? Да, Мартишка? Мартишка хороший тоже Звучит бульдог Передунчик старый Передунчик старый Субтитры сделал DimaTorzok